Говорит об одном. Когда все мысли только о нём. Когда он и есть Большой Футбол. Выиграй битву звонков и попади в прямой эфир Авроры. Сделай свой прогноз на матч. И если твой прогноз окажется верным, то 10 тысяч драм... Твои! Официальный букмейкер Большого Футбола Тотокейминг. Сделай ставку, сыграй на победу. Большой Футбол на радио Аврора. Друзья, здравствуйте. Тяжёлый, активный, насыщенный трудовой понедельник в разгаре. На часах уже перевалило за два дня. И я думаю, что время разбавить наш с вами рабочий такой режим. Как раз очередной игрой от Авроры. Итак, это Большой Футбол в прямом эфире. Мы работаем. И вы прямо сейчас можете дозвониться к нам в прямой эфир, чтобы выиграть 10 тысяч драм. Вам в помощь наш номер телефона 091-76-1007. Зрёй на Сунмэк. Йотанас Сунвэц. Тас Зрёй Йот. Вам также в помощь официальный букмейкер, собственно, Большого Футбола. Это компания Тотокейминг, которая ежедневно нам предоставляет разные коопицентики. На матч сегодня это будет Локомотив. Чего там? Краснодар. Краснодар. Ну и помогать вам активно, я надеюсь, будет мой коллега Георгий Казарян. Всем привет. Помогу я чем смогу, вы же знаете. Да, я... Хоть люди себя не любят, когда я помогаю. Нет. Хоть некоторые не слушают, когда я советую. Неправда, неправда. Это он сейчас лукавит, дорогие друзья. Просто у него часто предвзятое мнение, поэтому вы так и у вас... Ну, конечно, я же фанат Краснодара. Я фанат Краснодара, поэтому меня сейчас... Я расскажу немножечко о правилах нашего Большого Футбола, чтобы все слушатели и радиозрители не боялись просто названия самой программы и спокойно звонили в прямой эфир по номеру телефона 091-76-1007. Вы должны дозвониться сначала, потом мы с вами побеседуем, познакомимся. И если вы угадаете, чем закончится матч Локомотив-Краснодар, но нас не счет интересует, а просто обыкновенный, самый что ни на есть, исход. Друзья, если вы угадаете, то от Авроры Тотогейминга получите 10 тысяч драм. Как всегда, вам помогать будет и Тотогейминг, и, кстати, сайт totexpert.am, который в себя вбирает ежедневно тоже разного рода экспертные прогнозы. Ну и, кроме всего прочего, еще и разные есть там видеообзорные матчи, которые вы, допустим, пропустили. Либо хотите как-то более детально изучить разные новости. В общем, вся полезная информация, которая необходима вам, чтобы потом сделать выигрышную ставку на сайте Тотогейминг. Ребятки, вы пока звоните, нет, вы пока звоните, правильно делаете, что дозваниваетесь, и я уже готова поздороваться. Алло. Алло. Здрасте. Здрасте. Как вас зовут? Меня зовут Айк. Айк, очень приятно. Тут у нас Гога, меня зовут Люся. Привет, Айк. В общем-то, там у нас в ушах Ваня и вся команда Авроры. Все вас приветствуют, Хайк. А вы сейчас, полагаю, на работе? Нет, я на дороге на работу. Так. Что-то не... То есть я вышел на перерыв. А, у вас такая работа, на которой можно выйти на перерыв? Да, я программист, у нас свободный график. Свободный график у вас. А я думала, программисты по ночам работают. И по ночам тоже. И вообще всегда работают. А когда вы спите? Да, и когда спим тоже. Когда спим, тоже работаете? Да, обязательно. Так, хорошо. А что за компания, Хайк? Компания Вилвер. Чего? Вилвер. А, Вилвер. Тебя не интересует вообще, что такое вообще? Что вы программируете? Я там, я уверена, я не принимаю... Что вы программируете? Я знаю, что сейчас скажет Хайк. Они на иностранных заказах. Здесь город говорит, мы программисты. Вот, Хайк, что вы программируете, скажите? Ну-ка, Хайк. Я программирую эти сложные вещи. Например? Такие сложные, что Люся не поймет, я-то пойму. P2, 1, черточка, 0. Многоточие, P. Подожди, Люся. Майн-плодинер-системы. А-а-а-а-а. Ничего не могу сказать. Сказал Голго. А-а-а. А вот, а я-то как раз думал, кто этим занимается? Я этим занимался раньше. Майк, мы, конечно, шутки шутим, просто ваше программирование такое заумное все, что, ну, в общем, хорошо вы получаете, да, я думаю? Ну, прилично. Прилично. Но 10 тысяч драм при этом не помешает. Ну, конечно, нет. Ну, вы нам дадите просто, если так хорошо, вы нам 10 тысяч драм, а мы... А мы просто побеседуем. А мы подклоуничаем тут просто. Айк, ну, тогда как программист вы, конечно же, совершенно точно знаете, что такое глобинг. Знаю. Да, пользовались? Нет, пока не решили. Еще не успели зарегистрироваться? Гок, ты поближе ко мне можешь как раз... Это тот самый момент, который вытожди всю программу, когда ты можешь подойти ближе. Жираф. Итак, смотрите, Айк, и вам рассказываю, и всем, всем, всем. Если вы зарегистрируетесь на глобинге, то там, конечно, все понятно, тем более для вас, для человека, который в этом плане все понимает. Глобинг – компания, которая предоставляет персональные адреса, в общем, предоставляет возможность покупать из разных онлайн-магазинов в пяти странах. Китай, США, Россия, Франция, Германия. В общем, я думаю, что вы совершали онлайн-покупки, да, Айк? Да, выгодила. Просто через глобинг очень выгодно, потому что, во-первых, глобинг возвращает вам в качестве бонусов 20% со стоимости доставки, то есть это садится на ваш бонусный счет, и потом вы ими можете воспользоваться, как раз во время этих разных онлайн-покупок. А глобинг, как считают, килограммами или... А, это самый классный вопрос. Почему, чем выгоден глобинг? А вообще в сфере международных доставок, вот, Айк, вы знаете, как измеряется вес, и вот когда вы вывозите, допустим... Ну, вес и размер-то он выставляет, да? Либо вес, либо размер. На основе объемного веса товара, там у нас высота, ширина, длина и толщина, но глобинг, глобинг измеряет все только по весу, то есть если вы привезли, там, я не знаю, 100-граммовый товар, 100 грамм, то вы платите только за 100 грамм. Ну что, из Колумбии, что ли, везет? Это за доставку всего лишь 330 грамм, представляете? Вот можете из Колумбии заказать, если всего 330 грамм, 100 грамм заказали. 100 грамм из Колумбии. Всего-то. И сколько килограмм? Можно граммуль заказать. Ну, в общем-то, все, вся подробная информация есть на самом сайте, и можно позвонить, собственно, по телефону и узнать все очень детально. 060-6616-616. Айк, вот удивительно, что вы как программист еще не успели воспользоваться, но я думаю, что вы восполните этот ваш недочетик, да? Обязательно. Обязательно. Обязательно с программированием. Да. Айк, давайте перейдем уже к делу, и, наконец, выиграем 10 тысяч драм. Футбол любите? Хорошо. Люблю. За кого болеете? За сборную Армению. И все? И все. А клуб какой-нибудь? Вы же часто печалитесь. Краснодар, например, там. Кубань. Да нет, а остальное все как-то... Как-то неинтересно. Да, выходит. Понятно. А последние игры сборной Армении, как вам? Тоже в восторге? Не очень. Не очень. Как недавно спросили, если не считать крупные поражения, вообще, ну, Пиццели же спросили, если не считать крупные поражения, как вам вообще? Я в восторге, он сказал. Ну, удачный сезон, он говорит. Ну, если не считать крупные, удачные. А так, только крупные и были, как бы, поражения. Поражения, они... Я это нечего не считать, да? Все самые моменты, когда наши не играли, было очень хорошо. Нет. Ну, вообще не. Ну, ладно. Не будем сейчас. Было холодно. Хорошие ребята не всегда получаются у них, к сожалению, и не очень получилось в этом сезоне и в этом году. Но ничего, мы сейчас давайте обсудим матч Локомотив-Краснодар с вами, Айк. Это... Это вот что у нас вообще? Чего? Это какой? Чемпионат России. Чемпионат России. Да, чемпионат России. Да, и у нас есть подсказки от сайта Тотогейминг в виде коэффициентов. Гога сейчас вам их озвучит. Вы так, поприкиньте, вы же программист, с математикой тоже дружите. Кто там чего и как, кто кого сделал. В общем, кто круче. Гога. Ну, смотрите, на победу Локомотива коэффициент 2.66, на победу Краснодара 2.72 и на несчет 3. Так, вы понимаете, да? Насколько я знаю, Краснодар сейчас в каком-то кризисе, там у них что-то не в палатке с этими... С этими... С снабжением. Ну да, там что-то у них не то. Так. Насколько я слышал в кризисе, так что я поставлю на Локомотив. Локомотив. На поле Локомотива. Да, дома как раз... Я сказал, но как раз хотел сказать, что Локомотив как бы предпочтительнее, но человек уже, видишь, весь расклад спрограммировал. Видишь, Гога, нет необходимости опять в твоих вставках. Да. Гайк, дорогой Гайк, мы ваш прогнозик принимаем. Победа Локомотива. Я все правильно, да, зафиксировала? Да. Кстати, игра у нас будет сегодня в 20.30 начинается, но если вы вдруг пропустите, не беда. Как только Локомотив обиграет Краснодар, мы будем знать, это будет своего рода сигнал для нас, что мы на следующее утро должны вам позвонить и сообщить радостную новость, что вы выиграли 10 тысяч грамм и вот этот журнал от эксперта, который сейчас у меня в руках. Здесь куча разной информации и о наших ребятах тоже, в первую очередь о наших, потому что на обложке как раз клуб Ширак. Вот как раз познакомитесь. Кстати, если не знаете, в Локомотиве играет Аршак Корян, очень талантливый, очень талантливый, но он заигран за молодежную сборную России, но вообще он очень талантливый парень, может быть, если повезет, он сыграет за сборную Армении. Но пока в Локомотиве он в состав не попадает, он очень молодой, но я думаю, что все будет хорошо. Все будет обязательно хорошо. Гайк, вам огромное спасибо за ваш дозвон, за то, что вы дозвонились и даже вот в эти ваши перерывные часы. Продолжайте отдыхать, сколько у вас там, а, ну у вас свободный график, чего вам, вам же не переживать. Гайк, продолжайте жить и не спать, да, и все время работать, даже когда спите. Гайк, еще раз огромное спасибо, хорошего вам, удачного дня. Побольше таких клиентов, я знаю, что у вас, у программистов бывает вот эта вот беда есть, да, когда клиент чего-то хочет, но сам не знает, чего хочет, а вам потом выкручиваться. Вот вам побольше таких клиентов, которые знают, чего хотят. Все, Гайк, мы с вами попрощаемся пока на время, да? Я надеюсь, завтра опять созвонимся, чтобы, собственно, обсудить, как вы к нам доедете и приедете за вашим выигрышем 10 тысяч драм. А мы, друзья, завершим сегодняшний большой футбол экс... чего там? Чего? То-то экспертом, Гога. То-то экспертом. А, я еще не начинал. Есть, нет, нет, у нас ведь есть, друзья, прогнозы, профессиональные. Из чемпионата Испании депортива Жирона в матче будет больше двух с половиной голов, коэффициент на это 1,97. Вот такой вот прогнозик. А еще я сегодня на то-то эксперте видела прогноз как раз на матч Локомотив-Краснодар. Правда, не помню точно сейчас вот какой коэффициент, но помню, что там был прогноз следующий. Обе команды забьют. За коэффициентом, чтобы узнать, заходите на сайт totoexpert.com, либо на то-то гейминге, смотрите. Ну, а в прямом эфире радио Аврора был большой футбол. Гога Казарян, я Алюса Любимова, с нами играл Гайк. И, дорогие друзья, не забывайте, что как раз в прошлой неделе у нас у Авроры Медиа состоялась своеобразная премьера. Аврора Медиа запустила новую радиостанцию в Ереване. Это KISS FM. Слушайте, оценивайте, нам ваше мнение очень интересно на частоте 88,3. Но Аврора остается неизменным. Мы на 100.7 FM в ваших телевизорах, в интернетах, в смартфонах и абсолютно везде, где можно посмотреть и послушать. Всем хорошего дня, еще услышимся. Слушай и смотри большой футбол на радио Аврора.